Добрый вечер всем! Мы начинаем очередной наш тематический концерт. Напомню, всего у нас сегодня третья серия нашего сериала концертного. Первый прошел во второй четверти, помним, да? Это был наш друг Черни, посвященный замечательному композитору, с которым все знакомятся. Самые маленькие музыканты начинают играть его упражнения, этюды, но не знают много о том, какой это был талантливый композитор и какой он был человек. Об этом мы говорили на первом нашем концерте. Вторая серия была более объемная. Это был концерт, посвященный Золотому веку барокко, помните, да? Который охватил сразу 300 лет музыки. И вы исполняли и познакомили наших зрителей, слушателей, познакомились с неизвестными композиторами эпохи Баха. Ну и также исполнили тогда музыку знаменитого Баха, Генделя. И сегодня завершающая уже четвертая наша четверть. В этом учебном году наш концерт просто посвящен, я бы сказала, большой философской теме. О чем рассказывает музыка? Вот это такая действительно огромная тема. В таком концерте даже сегодня осветить, потому что музыка появилась еще задолго до человека. музыка природы. А человек после уже стал копировать, изображать, подражать звукам своих музыкальных каких-то мыслях, музыкальных изображениях, звуку волны, морской волны, пению птиц, ну и так далее. Всем звукам природы человек подражал. А все это было гораздо раньше. И я всегда в своем учебном говорю, что первая музыка возникла с ритмами. Ритмическая музыка, помню. То есть еще не были придуманы никакие инструменты, ритмическая музыка существовала. Зачем она нужна была? Затем, чтобы организовать действия людей. Вот они что-то делали одно, и музыка, ритм помогал им делать. Ну, знаете, да, примерно раз-два взяли. И этот ритм помогает всем. Помогает что делать? Помогает двигаться, особенно если какая-то группа идет и так далее. Музыка может, я сейчас вспоминаю слова, ну, Григо вы знаете, да, на облежке композита. Вот его слова он всегда старался напомнить и сказать, что для слова, он много романсов написал, для слова обязательно нужна музыка. А музыке не нужны никакие слова. Музыка вообще самодостаточна. Но сегодня мы с вами пройдем несколько таких, исследуем несколько таких сегментов, ну, моментов, которых музыка, с которой вы сталкиваетесь, даже не сталкиваетесь, кстати, тоже. Боретесь за качество исполнения. Это музыка, как я уже сказала, с движением. Музыка, которая изображает, как я сказала, человек подражает каким-то звукам природы и явлениям каким-то образом. Он подражает. И музыка, которая выражает, выражает определенные чувства. И вот мы начнем с чего? Начнем с музыка, связанная с движением. Самая древняя музыка, она нам помогала, как я сказала, организовать движение людей, группу и так далее. Дальше уже, когда появились инструменты, это очень было значительным. Например, военные оркестры, военные музыканты. В древние времена они вообще ценились еще лучше, чем воины. Вот, представляете, стоят воины, одно войско и неприятельское другое. И вот не начинают. И страшно. И первое, кто начинает, начинают музыканты играть. Барабаны, трубы. И они должны так сыграть, чтобы вот дух-то поднять, чтобы воинам захотелось нападать на своего неприятеля, чтобы они стремились победить. Ну, и что происходит? И первые идут, представьте, музыканты. Музыканты идут, вот играют марш, который помогает всем, всех организовать и двигаться. А музыканты вообще безоружен, у них руки заняты, они играют. Представите, да, какими нужно было быть древними музыкантами, слелыми, вот чтобы вот так все войско... Это, кстати, Суворов, знаете, знакомый мой от него Суворов, да? Вот он очень ценил тоже музыкантов. Говорил, что это вот заслуга победы, мы с развернутыми знаменами по звуке в марше взяли Измаилов. То есть это очень важная часть жизни вообще нашей музыка. И вот сегодня вот в первом таком нашей первой части концерта мы посвящаем чему? Посвящаем музыке движения. Дима собирает нам марш, о котором я говорила. Выходи, пожалуйста. Спасибо. 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 А вот Юния сыграет пьесу, которая называется «Маленький барабанщик». Без барабана так, без барабана. Без барабана так, без барабана. Без барабан. Без барабана. Без барабана так, без барабан. и в работе не требуется определенные ритмические синхронные действия но люди еще и отдыхали и во время отдыха что они делали они веселились а знак веселья это что такое у нас танцы конечно и сейчас это необходимо музыка танец без музыки но не бывает поэтому сейчас вот исполнит у нас латышскую народную польку кто у нас Ну и вот сейчас часть такая, я бы ее назвала, живой уголок. Живой уголок, будь здоров. Здесь мы поговорим с вами, точнее, послушаем о том, что как музыка может изображать характер. Изображать. То есть это одно из первых было условий, наверное, для человека осознания музыки и создавать определенное ремесло, умение подражать, подражать характеру какому-то образу. У нас целый живой уголок. У нас будет ежик, сейчас. Будет воробей, будет пастушок, кукушка и лошадка с наивником смело. Поэтому, пожалуйста, Петр, изобрази нам ежика. Пожалуйста, ежик. Сейчас будет ежик, а вы похожи? Какие? 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 Получить или нет? Петя, плечики опусти, пожалуйста. Ноги поставь на пол, плотно, да? Плотно. Сиди спокойно. Мы не поаплодировали его. Так, и еще фитер нам сейчас изобразит воробья. Воробей, так называется пьеса. Здесь вам будет韓ак. Пять, парни. Пять, парни. Соня приглашается Соня и исполнит пьесу «Пастушок». Соня приглашается Соня. 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 Соня приглашается Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня приглашается Соня. Соня приглашается Соня приглашается Соня приглашается Соня. Ну это хорошо, сейчас слушай сольнажеры, только не наши сольнажеры по пьесу. А вот Эмилия снова сейчас сыграет, но она сейчас сыграет свою пьесу, своего сочинения. Из простого задания, на сольфежью, которое я даю, вот она у меня занимается, пьеса получилась очень удачной, я бы сказала, даже концертной. И вот сейчас вы услышите, можете оценить, а называется пьеса «Тень и свет». Пожалуйста, Эмилия. Пьеса «Тень и свет» Пьеса «Тень и свет» Пьеса «Тень и свет» Пьеса «Тень и свет» Субтитры подогнал «Симон» 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 « RICHARD» «Я всего runter st 형» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 А когда ты не будешь? Вот, дома надо заниматься. Это самый главный секретик. Время у вас еще есть, второй месяц, доучить все произведения, чтобы успешно сдать экзамены. Хочу сказать большое спасибо Ирине Алексеевне, Екатерине Михаилу за все наши встречи в этом году. Просто супер. За то, что мы, в общем-то, так время проводим. Замечательно. Теперь мы по традиции исполним тоже одну композицию. Она продолжает всю эту тему, о чем рассказывает музыка. Музыка еще рассказывает сюжет. Некий сюжет, о котором музыкальными средствами. И сейчас мы исполним одну, такой фрагмент из шоу «Смышленые коты». Я написала такую композицию, где звучат разные известные мелодии. Соединила. А действующие лица у нас два кота. Кот и кошка. Ну, они без массы. Я думала, потом решила, что не надо. Значит, кот, он, это все средства музыки. Как мы говорим, музыкальный средств музыкальной выразительности. Что выражает сюжет? Кот, который любит музыку, как мы говорим сейчас, популярную, попсу. Кот такой. Он знакомится с кошечкой, а кошечка, она хранительница традиций элитной классики. И вот между ними завязывается диалог. Кот выходит и играет песню из известного мюзикла-обера «Кошкин». А кошечка, подстраиваясь, продолжая как бы его тему, деликатно включается и звучит тема Чайковского из «Лебединого озера». Кот шутник. Он подхватывает эту тему и в то же время переходит все время на какой-то кан-кан, какой-то веселый танец. И возвращается, как пошутил, как бывает, знаете, да, актер. Маску снял, а потом опять он такой, он снова это играет. Тогда кошечка подхватывает, ей тоже нравятся эти веселые темы. После этого она играет Гендаля, тему коронации. До сих пор под эту тему проходятся какие-то большие события во дворце английского короля. А кот в этот момент играет джунглбеллс. Одновременно кошечка играет тему коронации в Гендаля, а он джунглбеллс. Вы все это знаете, не может. Но потом кот показывает, что он тоже как-то умеет, он не просто там играет, он тоже включается в эту тему коронации Гендаля. Но в конце концов они вдруг начинают играть, кот первым, за ним и кошечка, играть кан-кан Аффенбаха. После Аффенбаха, в конце концов, великие, высокие традиции кошечки требуют сыграть снова великую классику, и она играет снова Чайковского. И здесь эта кульминация, помните, мы говорили, кульминация – это самое сильное впечатление, ощущение. Тут кот играет тоже эту же тему. Это как раз тема из балета «Лебединое озеро», тема дуэта по ГД. Играет серьезно, заправдочно, не как будто бы он там шутит, нет, он сыграет эту тему так. Но на кульминации, как я говорила, кульминации, выйдет на тему Гершина, джазовую тему. И все заканчивается веселой беготней вот этих двух котов под известную джазовую мелодию, в ускоренном, очень ускоренном темпе. Вот такой сюжет и он сделан. Это я вам сейчас сказала, а так он, ни слова, ни слов, никаких нет, никаких песен. Просто сделан музыкой. Мы слушаем. Называется «Бэнд-коктейль». «Бэнд» – это вот название духовых инструментов ансамблей. А «Коктейль», вы понимаете, это смесь разная, да? Смышленные коктейли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok